Паспорт поля. Для начала работы в модуле паспорт поля идем в реестр полей и посевов. Здесь отображается вся карта полей и посевов. Поля окрашиваются в цвет культуры. В углу мы видим легенду по культурам. Поля и посевы можно отфильтровать по культурам, погоду, урожайности или по одному из филиалов предприятия. При наведении курсора на поле отображается сжатая информация, а при нажатии на название участка мы переходим непосредственно к паспорту поля. Паспорт поля содержит всю информацию по внешнему виду поля, урожайности, технологии, сортам, гибридам, дате высева, предшественникам, уровню вегетации, NDVI, типу почвы. Здесь отображаются такие данные, как агрофон, имя ответственного агронома, площадь поля по кадастру и по факту, а также типы технологических операций. Модуль паспорт поля синхронизируется с данными метеоконтроля. В таблице можно посмотреть график температур с пояснениями, осадки и температуру за несколько дней. В аналитике показана динамика развития биомассы, химический состав почвы со значением и отображаются предшественники. На карте отображается кадастровый участок наложением фактической площади и NDVI по этому полю. При сравнении двух снимков можно проследить изменения по полю. Белый цвет означает, что вегетация сохраняется на том же уровне. Зеленый – улучшение вегетации, красный – ухудшение вегетации. Также можно построить график вегетации. Это удобно для принятия решения по полю. Кроме того, в реестре полей можно сформировать сводный отчет, где отображается карта поля, номер поля и участка, урожайность, фактически используемая площадь, геозоны, сорт, препродукция, количество засеянных площадей, тип и планируемая урожайность, которая определяется по данным модуля агроскаутинг. Здесь же можно посмотреть информацию агроскаутинга, тревожные состояния и предупреждения, ожидаемый урожай и уровень NDVI с графиком. Отчет можно сохранить в формате ЦСВ. Также в паспорте поля в информационную таблицу можно вносить дополнительные данные вручную. Это основной функционал модуля паспорта поля.